Климатическое обслуживание в Китае. Уменьшение опасностей стихийных бедствий. Погибшие люди, разрушенные здания, поврежденная инфраструктура, уничтоженные лесопосадки. Это лишь некоторые потери от постоянных наводнений и других стихийных бедствий в Китае за последние годы. Есть два аспекта нашей работы, о которых стоит рассказать. Первый – увеличение потенциала нашей национальной гидромедслужбы, чтобы предоставлять более своевременное и качественное климатическое обслуживание. Второй аспект – укрепление партнерских отношений путем демонстрации выгоды от климатического обслуживания. Национальная метеослужба Китая уже заключила более 30 договоров в таких сферах, как сельское хозяйство, помощь при бедствиях, энергетика и окружающая среда. К счастью, сейчас правительство Китая внедряет стратегию по уменьшению опасности стихийных бедствий, и она уже приносит плоды. Как утверждают эксперты, ливни и наводнения, наблюдаемые за последние десятилетия, вписываются в некую схему, что позволяет делать весьма точные их предсказания. Главная задача службы контроля наводнений – это отслеживать выпадение осадков и проверять, достигла ли вода опасного уровня. Как только это происходит, служба должна объявлять предупреждение о наводнении. Затем она оценивает степень риска и сообщает жителям предполагаемое время и мощность наводнения, вероятный уровень воды и площадь затопления, а также объясняет, как это затронет население. В прошлом катастрофы, подобные наводнению 2008 года в провинции Сычуань, заставали врасплох миллионы человек и наносили серьезный урон. Джан Пэй Цюнь много лет работал над моделями прогнозирования, и сейчас он делает весьма точные прогнозы стихийных бедствий, связанных с климатом. Национальный климатический центр предоставляет три категории прогнозов – сезонный прогноз, месячный и долгосрочный. На основе этих данных эксперты по климатическим прогнозам делают свои сезонные или месячные прогнозы для конкретных регионов. В случае сильного явления Эль-Ниньо, оно скажется на осадках и температуре воздуха в Китае. При этом мы ожидаем сильные дожди в районе реки Янзы и более скудные осадки в северном Китае. Так что в районе реки Янзы весьма вероятно будут наводнения, тогда как на севере Китая этим летом ожидается засуха. Правительство Китая активно занимается уменьшением опасности бедствий, связанных с климатом. В марте 2013 года Китайская метеослужба и информационный центр Министерства водных ресурсов объединили соответствующие средства Министерства водных ресурсов, гражданских дел и земельных ресурсов, чтобы прогнозировать климатические изменения и смягчать последствия стихийных бедствий. У нас сформирована многоступенчатая система управления на уровне страны, провинций, округов и уездов. В период паводка с мая по сентябрь мы каждый день передаем информацию о погоде и связанных с климатом геологических бедствиях, посредством телевидения, интернета, мобильной связи и социальной сети Вейба. В зависимости от потенциальной угрозы объявляется красный, желтый или синий уровень опасности. При красном или оранжевом уровне предупреждение передается по телевизору. Готовность к стихийным бедствиям в Восточном Китае – это не только информирование и предупреждение, но и помощь пострадавшим и спасательные операции. Эксперты выделили приоритетные области и были приняты соответствующие меры. За последние два года, благодаря метеослужбе в маленькой горной деревне, не менее 200 человек смогли вовремя покинуть опасную зону и найти приют при помощи местной администрации. Регион Фудзянь с 35 миллионами жителей в последний раз сильно пострадал в 2013 году, когда реки вышли из берегов и смыли почти все на своем пути, включая ферму господина Чень Реляня. Тогда наш урожай с площади в более чем 600 акров был практически полностью уничтожен наводнением. Жизнь людей зависела от помощи государства, от выдаваемых денежных субсидий. Мы не хотим, чтобы жители несли убытки, и поэтому переселяем их в безопасные места. Теперь мы можем вовремя высаживать посевы благодаря быстрому доступу к информации. Местная метеорологическая служба всегда заблаговременно предупреждает нас об урагане по радио или при помощи других средств массовой информации. Благодаря этому у нас есть время, чтобы подготовиться, собрать урожай, перевезти людей и их вещи, а также увезти все то, что нужно увезти, чтобы сократить возможные потери до минимума. Китайский опыт показывает, что при должной координации работы стихийные бедствия можно предвидеть, а убытки от них снизить. Роль климатического обслуживания в предотвращении бедствий и помощи пострадавшим довольно существенна. Так, например, наши сезонные и месячные прогнозы уже стали важным источником информации для специалистов, разрабатывающих меры по предотвращению наводнений и засух. Каждый год в сезон паводка ответственные люди организуют работы по предотвращению ущерба от засухи и наводнения, основываясь на наших данных о положении зоны дождей и об областях, рискующих пострадать от стихии этим летом. Так можно четче спланировать превентивные меры и помощь. Тогда в случае стихийного бедствия наши меры по предотвращению ущерба будут более эффективны. Нам уже удалось достичь довольно хороших результатов в этой области.